МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новины Миншина на нашем канале. У студии Рына Смольская. Витаю вас и сегодня в выпуске. Не стать на округке шлях. Вратовальники взмацнили профилактичную работу за матрами подлёдной рыбалки. Что, на диване лежат целый день дома? Лучше, что, на свежем воздуху, с народом пообщаться. Вероника Цверкова клёв без надзвычайной здоровью. Клопот про беспечную старость. Из мясовых бюджетов выделяются гроши на ремонт пятшного обсталевания и проводки у домах одиноких пожилых людей. Теперь я уже как-то спокойно. Я знаю, что всё вожилое. Ну и, конечно, и своя безопасность, естественно. До новых перамок специализованная детячая юнацкая школа Олимпийского резерву открылась у Смолявичих после капитального ремонта. На новых рынках першые самозвалы «БелА» с грузоподымальностью 90 тонн увяли эксплуатацию у Вьетнаме. Модели буйно-габаритной техники собрали вьетнамские рабочие суместно с жодзинскими специалистами. Сярод перовах, техники, меньшие эксплуатационные выдатки, у тым леку на палево и великая продукцинасть. Самозвалы простасованы до разных лиматычных умов. Аутомобили, оснащенные сучасным дизельным руховиком и новой электричной трансмиссией, якая не потребует переключения передач. Новинки из конвейера одразу прошли выпробования на вугольном карьере. В ближайший час протягнется обкатка с Мазвалу разом с научанием персонала. Вьетнамские партнеры мают намер додатковано быть до 100 одинок техники. До назвычайных ударений, горячие в угле с печи стали верогодной причиной пожара у молодежни. Про его у свою хате на пульт 101 поведомила 92-годовая госпадыня. И она выявила загорание для печи и подпробовала подручными сродками самостоинно затушить полами. А лесопробы опынулись марными, и пенсионерка покинула дом. Затручением чадным газом и опеками доставлена у лекарню. Дом так само значно пошкодженный. Клопот про обеспечную старость. Из местовых бюджетов выделяются гроши на ремонт пятшинок обсталеваний и электропроводки у домах одиноких пожилых людей. Так только на Осталцовщине летость до помога пришла до шести одиноких людей. Ветерану Великой Айчиной и инвалидов. 40 миллионов рублей потратили на обновление теплокрыниц и замену электрообсталеваний. Пенсионерка Любову Ткачеву, Тяпер, может не переживать за властную доспеку. После ремонта проводка целиком отповедает суприть пожарным потребованием. Ну, вы знаете. Я, конечно, очень довольна. Довольно поменяли проводку. И знаете, как-то и безопасно стало, потому что раньше приезжали, так все, она же у меня поверх ушла. Так всегда делали замечания и писали. А теперь я же как-то спокойна. Я знаю, что все в ажуре. Ну и, конечно, и своя безопасность, естественно. Меж тем только на Сталбцовщине за пушние пять год допомогли больше, как 30-ти мясцовым жахарам. Социальные службы разом с воротовальниками протягивают обследование домов одиноких пенсионеров. Сюлита господары шасти дома у Ладанью отрывают новую электропроводку и ремонт печек. Эта работа осуществляется в тесном контакте и взаимодействии с другими структурами, организациями, с районным отделом по чрезвычайным ситуациям, сельскими исполнительными комитетами. Энергонадзор принимает свое участие. Также постоянное взаимное информирование идет о выявленных вновь случаях с неисправными электропроводками, печным отоплением. Внимание к пожилым гражданам, особенно к одиноким пожилым людям, которые нуждаются в этом и у которых нет трудоспособных детей, которые обязаны за ними ухаживать и помогать им. Обеспечить безопасные условия проживания граждан безопасные, комфортные. Это наша цель нашей работы. Не встать на крохкий шлях. Вортовальники взмацнили профилактичную работу за матерами подлёдной рыбалки. Традиционно с надыходом перших морозов в регионе фиксуются неосчастные выпадки на водоемах. Межтым все летний сезон можно назвать беспечным. С початку года Ахвярау не зарегистровано. Зараз середняя толщиня лёду 30-35 сантиметров. Особливая популярная месса у рыбаку – Велийская водосховища. На водоеме разгорнулся летний палаточный городок аматоров зимовой рыбалки. За уловом сюды проезжают с усёй краины. Вероника Цверко про беспечный клёв. Навод, коли слупок термометра пустится ниже за 15 градусов, гэтых людей не спужать. Кожную зиму на Велийске водосховище разгортвается саправдный палаточный городок. У будни рыбашить мясовое жахаре, а выходные сюды з'яжжаются, а матеры подлёдной рыбалки – зусёй краины. Мелийчанин Рыгор Паулович за довольнением приходит на водоём у любого надворья. Пенсионер рыбачит недалёко от берега. На крючок трапляется у основным плотка. Туда он дальше метров 5-6 глубина, а дальше ходит 8 метров. Я туда не хожу. Лёд – это буро-буро-юдо, когда не страшно. От низкой температуры новый улов за хвилины замороживается. Кабледяной с корынкой не покрылись и свежие лунки, на их ставят палатки. Рыбаки со стажем берут с невеликие шатры разом с водами и ледобурами. Две лунки здесь, видите, они так замерзают. Когда на улице замерзают лунки, руки холодные, матеря не оденешь. Вчера клевало хорошо на репейник. Вообще, я даже не сходил, сидел на одной лунке, шёлка, шёлка. Селит и зимовая рыбалка на водоёмах Минщины беспечная. С початку сезона хвяра у подлёдного клёву не зарегистрована. В начале января мороза лёд практически стал сразу. То есть сейчас льда порядка 30-35 сантиметров, где-то больше. Поэтому рыбаки могут безболезненно, безбоязненно ходить по льду. Единственное, что нельзя подходить, там, где есть, может, какое-то русло, течение, где-то каналы, есть подводы, туда подходить нельзя. Потому что есть угроза провалиться и, скажем так, пострадать. Тем не менее, аматорам зимовой рыбалки необходимо загадя поклопотиться про своё обмундирование. Накеровывающуюся до водоёма необходимо взять с собой речи, которые подчас непродбаченных ситуаций смогут выручить. Варто и тёпло опрануться, как не отримать обморожение. Их главное – саграваться не высокоградусными напоями, а горячей кавой и горбатой. Тогда рыбалка будет не только клёвой, а и безопасной. Раника Цирко, Сергей Курков, Минщина. Узнагаруды за старанность. Минский областный совет депутата у павынниках 2015-го просудил прэмий талиновитым навученцам столичного региона. Их отримают 29 юнаков, девчат, які пермагли на заключных этапах республиканских олимпиад по учебных предметах. Так, прэмий у памеры 10 базовых величин узнагаруджены навученцы Минского державного областного лицея в Учнице Саослуцка, Дзержинска, Молодечна и Капыльского района. Свои грошовые знагаруды отримали в Учни, які заняли другие и третье место по вынниках республиканских олимпиад. Депутатский корпус региона потребляет альиновитых в Учни ушто год. Летость прэмий отримали 36 школьников в области. До новых перемог специализованная детячая юнацкая школа Олимпийского резерву открылась у Смолевичих после капитального ремонта. На реконструкцию господаршим способом было выделено звыш миллиарды рублев. Одновление объекта вяли каля года. До непознавальности изменилась борцовская зала. Стены обтынковали и пофарбовали у яскравые колеры. У распаранальнях нарыште заявились душовые покои. В гудким части завершить обсталевывать тренажерную залу. До финишу подыходят и реконструкция одновленчого центра сауны. Зараз у Смолевицкой детячей юнацкой спортивной школы свыше 500 навученцев, которые тренируются по 7 видах спорта. Гонор школы, олимпийские чемпионы по гимнастыце, перамужцы с поборництву по хоккее, на траве и вольной боротьбе. Сделали лимонт, уже лучше стало, свет лучше. Раздевалки сделали лучше, двери нормальные ставили, скамейки, шкафчики. Все хорошо теперь. Школа наша основана в 1971 году. После 1971 года здесь практически ничего не делалось, не обновлялось. Когда мы уже запустили детей, открыли спортивный зал. А зал, вы видите, у нас специализированный для борьбы вольной. Поэтому, вы знаете, сразу пошел наплыв детей. Сразу маленькие, начали даже приводить чуть ли не с детского садика детей. Очень рады, что их придели они и занимаются любимым для себя видом спорта. И на этом у меня не все. Доброго вам настроя и до встречи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!